5 февраля 1840 года в США, штате Мэн, родился Хайрам Стивенс Максим, американский конструктор. Максим работал мастером-инструментальщиком на заводах в Питтсбурге, Бостоне и Нью-Йорке. В 1880 году в Лондон прибывает блестящий американский изобретатель по имени Хайрам Максим. Ему 40 лет и у него уже 50 патентов. Сильный конкурент Томаса Эдисона, Максим получал от него 20 тысяч долларов в год за то, что уехал из Соединенных Штатов и прекратил свои работы в области электричества. В Лондоне ему было скучно. До тех пор, пока он не встретил своего старого друга из Америки. Он сказал мне, да брось ты свою химию и электричество. Если хочешь заработать кучу денег, придумай что-нибудь, что поможет этим европейцам легко резать глотки друг к другу. При поддержке Альберта Виккерса, британского стального магната, Максим основал маленькую мастерскую и начал экспериментировать с новым оружием. Оружием, которое само себя заряжает. Он использовал энергию пороховых газов, чтобы заряжать и выстреливать следующий патрон. Установке гатлинга нужен был оператор, вращающий ручку. Всё, что нужно было пулемёту Максима, это палец на гашетке. Пулемёт Максима вытеснил пулемёты с ручным приводом. Темп стрельбы Максима составляет примерно 550 выстрелов в минуту. Чтобы воспроизвести его, потребовалось бы несколько сотен пехотинцев. Пулемёт Максима стреляет так быстро, что на ствол требуется установить кожух с водой, чтобы не дать ему расплавиться. Это первое в мире действительно автоматическое оружие. Максим называет его «моя маленькая пушка». Мастерская Максима в Хэттенгарден становится местом паломничества, куда приходят такие важные люди, как Эдуард, принц Уэльский, чтобы лично убедиться в мощности его оружия. В 1888 году совместно с английским промышленником Норденфельдом основал в Германии завод скорострельных пушек. Станковый пулемёт Максим, действующий по принципу отдачи ствола, после доработки и усовершенствования был принят на вооружение армии многих государств и применялся вплоть до Второй мировой войны.